День рождения Ленинградской области Отмечаем сегодня 1 августа 1927 года Вышло постановление в ЦИК о границах и составе округов Ленобласти Губернатор Александр Дрозденко вручил государственные и региональные награды В числе награжденных наши земляки За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу И большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу Благодарность президента Российской Федерации Объявлена главе администрации Рощинского поселения Валерию Савинову Знаком отличия за вклад в развитие Ленинградской области Награждены председатель Совета Рощинского потребительского общества Геннадий Барабанов И заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин Праздничные мероприятия, посвященные 92-й годовщине со дня образования Ленинградской области Пройдут 3 августа в Бакситогорске День Выборга и Выборгского района отметим 17 августа В администрации обсудили ход подготовки к празднику В работе оргкомитета приняли участие представители профильных комитетов Учреждений культуры и здравоохранения, правоохранительных органов и других ведомств Праздничные мероприятия пройдут на Красной и Рыночной площадях в городском парке В течение всего дня там будут выступать музыканты и хореографические коллективы, уличные театры На площадке у библиотеки АЛТ, например, жители Выборга и гости смогут насладиться игрой симфонического оркестра Таврический А в сквере на Димитрово откроется литературная гостиная Для самых маленьких городок-аттракционов в День города будет работать бесплатно Ранее с такой инициативой выступил глава Выборгского района Дмитрий Никулин По рекомендации Совета депутатов мы рассмотрели просьбу и сделали для жителей города и гостей Аттракционы наши муниципальные будут работать в парке Ленина бесплатно Для всех приезжих аттракционов это батуты, которые будут у нас находиться на Красной площади, на стоянке, на Рыночной площади Мы установили максимальную цену, соответственно, с ребенка это 150 рублей Поэтому дороже продавать организаторы вот этих батутных разных аттракционов не станут Соседствовать с музыкантами будут лучшие рестораторы и народные умельцы В городском парке пройдет также гастрономический фестиваль и развернется город мастеров Ну а вечером жителей и гостей ждет встреча со звездами эстрады Планируется выступление Светланы Сургановой, Миши Романовой и Макс Абарских Особенные гости у нас будут уже с 18.30 на концертах, которые будут проходить на Рыночной площади Мы обязательно анонс сделаем во всех средствах массовой информации, чтобы жители знали, готовились и встречали этих гостей В эти дни у нас также на нашем стадионе запланирован международный турнир молодежный по футболу Там будут у нас представители как из Китая, Финляндии, ну и соответственно наши соотечественники Поэтому тоже добро пожаловать, посмотреть и поболеть за команды Оргкомитет сообщил, что при организации мероприятий, посвященных Дню города и района Постарались учесть интересы всех возрастных категорий Поэтому праздник должен понравиться всем Подготовка к отопительному сезону идет полным ходом Практически на всех выборских котельных завершены профилактические и ремонтные работы На котельные, обслуживающие кировские дачи, помимо регламентных работ, усовершенствовали производственный комплекс Были проведены серьезные работы по техническому перевооружению котельные Система газораспределения была полностью реконструирована, горелочное устройство Сейчас все в порядке, произведены пусконалочные работы, выданы режимные карты, карты уставок, автоматики Котельная в штатном режиме Кроме того, вот здесь вот с левой стороны, это резервное топливо и резервное электроснабжение То есть котельная упакована, ну, как говорится, по полной программе В соответствии с всеми требованиями, правилами, норм Тепловые сети от этой котельной допущены к предстоящему отопительному периоду Диагностика технического состояния не выявила дефектов Трубопроводы успешно прошли испытания на плотность и прочность с помощью повышенного давления Стоит отметить, что ранее котельная была оснащена новой системой резервного топлива и электрогенератором Которые должны обеспечить надежность и бесперебойность работы источника Получение паспорта гражданина России – важное событие в жизни каждого Привычный для всех взрослых документ, удостоверяющий личность Юные выборжцы принимали с особым волнением Церемония по традиции прошла в выставочном зале «Выборг. Город воинской славы» Жителям Выборгского района, достигшим 14 лет, в торжественной обстановке вручили первые паспорта Поздравил ребят заместитель главы администрации Выборгского района Евгений Шестаков Хочется им пожелать, чтобы они выбрали верный путь для своего развития Ставили перед собой цели, достигали их Чтобы им этот документ давал права на большие права И в то же время, чтобы они понимали, что перед ними большая ответственность Потому что быть гражданином России очень важно и очень почетно Всем юношам и девушкам были также вручены подарки от Дома молодежи Конституция Российской Федерации и обложки для паспорта с изображением Выборга 27-й кинофестиваль «Окно в Европу» пройдет в Выборге со 2 по 8 августа Первые звездные гости уже прибывают в наш город Многих из них по традиции примет гостиница «Дружба» Здесь наша съемочная группа встретилась с программным директором кинофорума Алисой Струковой Она рассказала, что большинство деятелей кино предпочитают добираться на поезде Лев Толстой Так сегодня на Выборгскую землю вступил президент фестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев Остальные гости будут появляться в Выборге 2-го числа И дальше каждый день кто-то будет приезжать, уезжать Фестиваль такая живая история Поэтому здесь каждый день будет много звезд Каких же звезд кинематографа мы увидим в этом году? Алексей Гуськов, продюсер и актер, представит на фестивале фильм «Элефант» В рамках конкурса «Игровое кино осенние премьеры» Там мы его увидим в главной роли и в качестве продюсера картемия Также в Выборге будет продюсер, сопродюсер фильма Сергей Сильянов И актер Ян Цапник, который представит сразу несколько фильмов «Элефант» и «Трудности выживания» И еще такую молодежную комедию, мелодраму «Команда мечты» Владимир Вдовиченков представит фильм Михаила Расходникова «Дорогой папа» Который будет в галопремьерах у нас представлен На открытии фестиваля вместе с режиссером Константином Худюковым Который представит новый свой фильм «Конец сезона» Это, кстати, последний продюсерский проект Станислава Говорухина Который, как вы знаете, не раз приезжал в Выборг И становился нашим победителем фестиваля и участником Так вот, картину «Конец сезона» представят Яндальцев, Пересильд и Чаповская Такая вот большая актерская группа К финалу приедет Гоша Куценко Который представит новый свой актерско-продюсерский проект Обычные парадоксы небытия Мы увидим его в одной из главных ролей Это фильм «Альманах» И, к сожалению, не до конца успели создатели завершить картину Но очень всем хотелось представить ее в Выборге Поэтому он будет представлен на рамках такой рубрики «Презентация незавершенных проектов» И выборгские зрители станут первыми, кто увидит эту картину вообще в мире Некоторые фамилии, которые вы сейчас называли, уже неоднократно мы слышали не только с экранов Но и эти люди приезжали к нам на кинофестиваль Какие-то приедут впервые? Легко ли, ну скажем так, зазывать гостей на это событие? Наш фестиваль любят Выборг хотят приезжать и показывать свои картины Единственное, что у нас нет специально приглашенных звезд Как это бывает на иных фестивалях У нас фестиваль такой рабочий, лабораторный Все приезжают с фильмами, все приезжают представлять какие-то свои новые работы Всем очень важное и ценное мнение выборгского зрителя Вот этот показ становится таким фокус-группой Первым просмотром После которого бывали случаи, когда режиссеры выносили правки Все стоят у выхода в темном зале кинозале Смотрят за реакцией зрителей, чутко замечают, где что-то еще можно поправить Я точно знаю, что многие-многие режиссеры в течение всех этих лет, которые проводится фестиваль Приезжали, возвращались в свои студии и корректировали Поэтому зритель является неотъемлемой частью кинопроцесса И конкурс «Выборгский счет» тоже очень важен для нашего фестиваля Понятно, что конкурс зрительских симпатий есть на многих уже киносмотрах Но Выборг был одним из первых, кто придумал эту идею И вот в этом году второй раз уже он будет проходить в таком современном формате Через приложение фестивальное, которое можно скачать на свой смартфон А те зрителю, которые предпочитают пользоваться традиционной формой в телефонах У них есть возможность подойти к волонтерам, которые будут стоять с планшетами у выходов из кинозала И отдать свой голос с их помощью В чем будет особенность 27-го кинофестиваля? Особенность каждого фестиваля – это в том собрании людей, в том собрании фильмов в программе, которая сложилась в этом году Самой большой моей радостью после фестиваля бывает узнавать, что именно в Выборге, именно на каком-то нашем мероприятии, на вечеринке, или просто в кафе, или у входа в кинозал, или на пресс-конференции Продюсер нашел своего нового автора, режиссера или сценариста Какой-то режиссер наконец-то встретил своего оператора Появляются новые тандемы творческие и даже семейные Я знаю не одну историю, когда режиссер, фильм которого был показан в конкурсной программе На следующий год мне рассказал, что здесь он встретил свою судьбу И через год они поженились и дальше продолжают жить Я просто счастлива, потому что это происходит именно здесь, на Выборгской земле Многие кинематографисты, когда говоришь с ним про фестиваль «Окно в Европу» Отмечают какую-то особую атмосферу дружескую, человеческую Приезжают к нам звезды, но у нас нет вип-зон У нас участники, артисты, гости, режиссеры участвуют вместе в церемонии открытия, когда шествие идет по городу Поэтому вот это соприкосновение профессионалов и зрителей, людей, для которых снимается, повторюсь, кино Это, мне кажется, какая-то главная особенность Выборгского фестиваля Структура фестиваля осталась прежней? Да, у нас основные рубрики Игровое кино «Осенние премьеры», Копродукция «Окно в мир», Галла-премьеры, Выборгские премьеры В Доме культуры по традиции будут проходить программы «Кино для детей и юношества» в этом году Она будет идти утренним сеансом в 10.30 Потом два блока фильмов конкурса неигрового кино Я очень и очень приглашаю зрителей на эту программу Конечно, каждый день фильмы разные, но могу ручаться, что в конкурсе неигрового кино Очень много невероятно ценных фильмов, которые просто ты, вероятность, никогда больше не увидеть В середине дня блок анимационного кино Конкурса анимационных фильмов, в которые входят фильмы как для детей, так и для взрослых Я тоже всех зрителей приглашаю в Дом культуры Тем более, что ведь показы там бесплатные Да, в Доме культуры двери всегда открыты Приглашаем всех зрителей А вечером наши партнеры кинокомпании «Невафильм», которые помогают нам осуществлять кинопоказ как раз в Доме культуры Они каждый год уже много лет в фестивале делают такой подарок Сеансом 22-30 будет проходить цикл музейных фильмов, посвященных творчеству великих художников И эти фильмы и в Москве, и в Санкт-Петербурге идут далеко не во всех кинотеатрах Это уникальная возможность просто прикоснуться с творчеством этих художников Увидеть и разглядеть их картины так, как ты, возможно, не разглядишь, даже если поедешь в Париж Пойдешь в музей Кроме того, библиотека «Алта» даст? В библиотеке «Алта» каждый почти день будут проходить мастер-классы, творческие встречи Этот год, как вы знаете, объявлен годом театра И Кирилл Арбузов, сын драматурга Арбузова, представит новую книгу о творчестве этого великого театрального драматурга Будет мастер-класс, проведет председатель жюри Александр Боротянский, сценарист, кинорежиссер Еще один мастер-класс проведет, у нас какая-то литературно-сценарная тема получается Сценарист Аркадий Инин, человек с невероятным чувством юмора И именно юмору будет посвящен его мастер-класс В Доме культуры каждый день будут проходить показы, ретроспективы Выдающегося советского и армянского режиссера Арутюна Хачатряна Его картины становились победителями множества международных кинофестивалей И увидеть их на большом экране, это большая честь и возможность для зрителей И большая радость для нас Одна из основных площадок кинофестиваля, как известно, это киноцентр Выборг-Палас И в этом году, вопреки тому, что некоторое время он простаивался Тем не менее, был выбран он местом проведения основным Не вызывает ли у вас опасения, что какое-то время он не работал Проверили ли вы, все ли там соответствует требованиям кинофестиваля Я уверена, что все будет хорошо Это то место встречи, которое изменить нельзя Мы очень любим кинотеатр Выборг-Палас Мы очень любим эту сцену, которую видела самых разных мастеров российского кино И не только российского, мирового кино И мы очень рады, что фестиваль снова будет проходить в Паласе Что кинотеатр открывает двери Хотелось бы заглянуть и на фестивальную кухню Скажите, чем будут кормить участников фестиваля? И есть ли у кого-то из них какие-то особые пристрастия? Кто-то, может быть, вегетарианец и просит кормить его исключительно без мяса Кто-то, не знаю, просит морепродукты или что-то еще Конечно, наша исполнительная дирекция проговаривала меню с каждой гостиницей И я знаю, что кухни стараются и что будет вкусно Безусловно, среди участников фестиваля, которых, не знаю, будет около 500 или больше человек Конечно, встречаются и вегетарианцы, и люди с какими-то своими вкусовыми перестрастиями Но это все как-то частным образом решается В фестивале уже больше, чем четверть века Как вы считаете, как он изменился за это время? Как изменились его участники и зрители? Конечно, изменился, потому что уже не одно поколение выросло Вырастают дети, начинают снимать кино В одним из первых победителей фестиваля был Сергей Снежкин Который в том году возглавлял жюри А в этом году свою дебютную картину представит его сын Иван Снежкин Поэтому, безусловно, сменяются поколения Уходят, к сожалению, мастера Но зато приходят новые авторы И мы рады открывать новые имена Наверняка за несколько десятилетий были какие-то и курьезы Во время проведения фестиваля Но вот расскажите, пожалуйста, хотя бы об одном из них Я помню, например, как один из участников фестиваля Который показывал в Выборге свою дебютную картину Приехал на фестиваль в тапочках и драных штанах День закрытия, вечером ему получать приз Я подхожу и говорю ему тихо Может быть, пойдем купим кеды Он говорит, нет, я хочу оставаться в той одежде, в которой я есть Потому что наши авторы, они не только в них есть предпочтение в еде Но и в каком-то дресс-коде На многих фестивалях очень строгие дресс-коды И нельзя показаться в зале без определенной одежды И женщинам, и мужчинам Но как раз одна из фишек Выборга Это именно демократичность И вот так этот автор в таком виде хиппи Поднялся на сцену и получил свой специальный приз за дебют Кто же это был? Это был Сергей Кузнецов Который в этом году представит свою вторую игровую картину «Семь пьяниц» Посмотрим, в чем он будет в этом году Скажите, а что нас ждет на церемонии открытия кинофестиваля? Как всегда, фестиваль начинается традиционным шествием Которое проследует от гостиницы «Дружба» кинотеатра Выборг-Палас Уже в 17.30 здесь начнется концерт Здесь будет музыка и танцы В 18.00 гости, участники фестиваля будут выходить на крыльцо для фотосессии И в 18.30 наша процессия двинется по улицам города Надеемся, что дождя не будет Будет нас сопровождать джазовый оркестр Команда барабанщиц Аниматоры в стиле джаз, свинг Мы проследуем мимо Процессия проследует, как всегда, по набережной гостиницы «Виктория» Там, где к нам присоединятся члены жюри и другие участники И также будет небольшой концерт у кинотеатра Выборг-Палас Который также начнется в 5 часов И можно будет там встречать колонны Если у кого-то не получится оказаться у дружбы И пройти вместе с гостями, артистами Это мы ждем всех На церемонии открытия Помимо фильма «Конец сезона» Константина Кудякова О котором я уже рассказала Зрители увидят премьеру нового анимационного фильма Режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» Предыдущий его фильм, который назывался «Мы не можем жить без космоса» Номинировался на премию «Оскар» И вот тоже выборские зрители, участники и гости премии И церемонии открытия станут первыми зрителями этого фильма И у нас будут специальные гости На церемонии открытия Напрямую связанные с космосом Ведь на кинофестивале всегда есть место и музыки Где она будет, в каких стенах звучать в этом году и что это будет? В этом году в библиотеке Алвара Алта Состоится концерт композитора Сергея Петрова Два года назад на церемонии закрытия фестиваля Уже звучала музыка этого автора Но вот сейчас фестиваль впервые сможет услышать Полноценные произведения, новые произведения автора И мы этому очень рады Также в библиотеке пройдет творческая встреча Посвященная памяти композитора Микаэла Теревердиева Которая, как вы знаете, была одним из основателей кинофестиваля Алис, ну что же, до начала кинофестиваля остается все меньше времени Что бы вы хотели пожелать и самому кинофестивалю И всем людям, которые имеют какое-то отношение к кино? Я бы хотела пожелать нам всем, во-первых, хорошей погоды Чтобы у нас без дождика прошло и шествие, церемония открытия Чтобы мы могли радоваться друг другу и нашему празднику Чтобы в день закрытия тоже погода была хорошей И мы могли бы насладиться стенами Выборгского замка прекрасного Которого мы очень любим и ценим То, что именно там проходит наше торжественное вручение призов Также я хотела бы пожелать зрителям Быть открытыми к чему-то новому К чему-то искреннему и живому Которое они увидят в наших кинозалах Я желала бы им не стремиться попасть на какие-то самые аншлаговые фильмы С участием звезд Конечно, это всегда ценно и приятно Но, поверьте, очень много всего будет интересного в Доме культуры И мы всегда ждем вас Внимание у водителей! Во время торжественного шествия и церемонии Открытия кинофестиваля «Окно в Европу» В части Выборга будет ограничено движение транспортом 2 августа с 16 до 20 часов Закроют проезд по Крепостной улице От Ленинградского проспекта до Банковского проезда Также проезд будет частично ограничен На Пионерской и Прогонной улицах Будьте внимательны, выбирайте альтернативные маршруты Свежий воздух, игры, спорт На станции юных натуралистов в лагере дневного пребывания Подошла к концу вторая смена Сегодня дети дают концерт для своих родителей К выступлению готовились с особым старанием Смены в лагере тематические Это посвящено истории города, района И культурно-историческим традициям области Детям нравится примерять на себя разные роли Поэтому некоторые остаются сразу на несколько месяцев Прошлая смена была экологическая И следовательская Это уже более кривическое В этом лагере я уже шестую смену Мне здесь очень нравится Здесь постоянно весело Здесь можно найти всегда новых друзей И мы здесь рисуем, делаем поделки Делали воздушного змея Также помогаем на станции сажать цветы, пропалывать Лагерь на станции юнатов пользуется популярностью Многие взрослые мечтают о том, чтобы именно сюда отправить своих детей и внуков У нас в этом году наши внучки отдыхают здесь третий год Одна уже совсем старшая Но, однако, лучший лагерь я не представляю Поэтому уж в порядке исключения попросили, чтобы еще И она с таким удовольствием именно сюда хотела Во-первых, недалеко от города, большой плюс для родителей, для детей, для всех Потом природа И самое главное, животные Потом здесь такие чудные воспитатели Они всегда организуют очень интересный досуг То есть не навязчиво все В то же время дети с удовольствием каждый день просыпаются рано и едут в лагерь Детей здесь учат бережно относиться к природе И тому, как нужно заботиться о местной флоре и фауне Правительство региона курирует это направление и всячески его поддерживает Профильные комитеты регулярно устраивают экологические акции, направленные на сохранение экосистемы А педагоги станции юных натуралистов вносят свой посильный вклад во всеобщее дело Воспитывая у подрастающего поколения любовь к природе и труду Мы находимся и в черте города вроде бы И в то же время находимся как деревня И у нас и вода, и лес, и поле, и огород, и все есть И, пожалуйста, исследования можно проводить, и животными заниматься У нас обязательный труд полчаса, полчасовой ежедневно Так что дети с удовольствием сегодня будут их награждать Те, кто успешно проработал Есть, которые любят работать, есть, которые не очень любят Но общее правило лагеря, что они должны потрудиться Это заключительная смена Но уже следующим летом лагерь вновь распахнет свои двери для юных натуралистов Готовы к труду и обороним Все больше выборжцев присоединяются к движению ГТО Недаром губернатором Ленобласти Александром Дрозденко Утвержден план мероприятий по внедрению физкультурно-спортивного комплекса среди населения В центре тестирования на Приморской, 41, подвели итоги сдачи нормативов за первое полугодие Так, в Выборге их выполнили более 100 человек Из них около 60 заслужили золотой значок Самыми активными в первом полугодии были младшие подгруппы Это дети от 6 до 11 лет Хотелось бы обратить внимание, чтобы учащиеся, будущие выпускники 2020 года Это 9 и 11 класс Приступали к сдаче норм ГТО уже сейчас, в августе месяце Чтобы к концу декабря они уже полностью прошли весь комплекс Мы просим выпускников будущих сдавать именно с августа месяца В сентябре и в октябре месяце сдавать беговые дистанции, особенно короткую дистанцию, будет очень сложно Потому что очень часто прием нормативов выпадает на дождливую погоду, когда покрытие стадиона мокрое Сдавать нормативы призывают и взрослое население В центре тестирования отмечают Хороший пример подают своим детям родители, когда физкультурный комплекс приходит сдавать всей семьей Для того, чтобы присоединиться к движению, нужно зарегистрироваться на официальном сайте ГТО и получить допуск от врача Попробовать свои силы в тестовом режиме все желающие смогут уже в ближайшую субботу 3 августа на стадионе «Авангард» в рамках спортивного праздника «Фавориты кинофестиваль», посвященного Всероссийскому дню физкультурника, будет организован пункт сдачи нормативов ГТО На площадке ГТО можно будет в тестовом режиме пройти три вида Это гибкость, прыжок в длину с места и отжимания Также узнать всю интересующую информацию, связанную с прохождением комплекса ГТО В праздники здорового образа жизни примут участие ветераны спорта, сотрудники предприятий и организации Выборга и района Пройдут соревнования по теннису, тайскому боксу, волейболу и футболу Все желающие смогут принять участие во всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» Торжественное открытие спортивного праздника намечено на 11 часов На сегодня это все новости, до встречи Субтитры подогнал «Симон»